Ну, значит, скажи, наверное, да, представь себе, откуда приехала в Аталу? Да, меня зовут Светлана, я приехала с города Запорожье, это Украина. Это Украина, далековато отсюда, но желание было выше, сильнее. Поэтому узнала я о разумном человечестве в начале этого года, сейчас 2016. Спасибо вам большое, что выкладываете видеоролики с лекциями. Это очень здорово, потому что можно, не выезжая, не преодолевая большого пути, получить очень большой объём информации для размышлений, для, может быть, вовремя осознать, что надо исправиться, возможно, что-то поменять, что-то вообще в корне заменить и исключить. Поэтому вот узнала о том, что есть семинар, ну и захотела приехать воочию, почувствовать именно вот эту энергетику, вот это дружелюбие, открытость. Я советую всем пожелающим, кто уже готов к действиям, хотя бы раз приехать, просто потому, что вы можете ошибаться. Вот поймите это, каждый человек имеет собственную точку зрения, и она может быть ошибочной. На сегодняшний день очень много течений и разного плана, и разного характера, и с учителями, гуру. Это достаточно интересные люди, спору нет, и они имеют место своими идеями, своими предложениями, что-то вносить в вашу жизнь, что-то менять, что-то подсказывать. Но вот именно этот проект, он меня заинтересовал тем, что здесь ничего не настаивает, ни на чём. То есть, если есть какая-то настаительная рекомендация, то она исключительно в целях вашего правильного миропонимания и настроя. То, что здесь настойчиво объясняют и показывают собственным примером, раздельное питание, ежедневные прогулки по лесу, это вообще настолько чудесно. Маленький коллектив, но он настолько открыт, сплочён, что вот попадаешь в такую некую большую дружественную семью. Конечно, если у вас есть внутри где-то какие-то червоточины, вы можете не почувствовать этого. Потому что когда в социуме ты стараешься не открываться, где-то контролируешь себя, в чём-то себя слушаешь, в чём-то сам себя поправляешь, подбираешь слова, то здесь это всё отходит на задний план. Конечно, если вы сюда приехали неискренние и движимые собственным эго, личностью, может быть, вы даже не почувствуете. Может быть, даже вас не пригласят сюда. Поэтому надо именно побороть в себе вот это вот я. Есть я хорошее, есть я плохое. Вот плохое надо побороть. Вот природа здесь замечательная. Здесь есть очень замечательная вегетарианская собака. Это вообще чудо. Она научилась обниматься. Вот её вылечили, взяли с приюта. То есть, понимаете, получается так, что ты приезжаешь и понимаешь, что кто-то занимается болтовнёй, а кто-то занимается поступками, вот именно делами. Вот ты натыкаешься на всё. То есть, есть дом, есть природа, есть люди, которые готовы самореализовываться, есть люди, которые не жалеют своих сил, труда и для отдачи собственных знаний и умений. То есть, ты понимаешь, что это люди уже пришли к тому, что они начали действовать. Причём не начали, а уже в течение двух-трёх лет они это интенсивно делают. И ты заражаешься этим примером, и сразу начинают мысли, а что, а где, а как, может быть, помочь, может быть, своё что-то течение какое-то организовать в плане хотя бы собственного исправления. То есть, начинать надо с себя, не советами, а именно поступками. Потому что только в делах вы можете увидеть истинные намерения людей. То есть, никогда плохой человек не сможет просто физически делать что-то хорошее. Спасибо им всем большого, большое-большое за такую практику, такие возможности. Людям, которые сомневаются, которые, может быть, только интересуются, я советую прислушаться к внутреннему какому-то чувству. То есть, если это вам надо, если вы готовы меняться, если вы готовы действовать, пожалуйста, обратите внимание на этот проект. Он очень выделяется из всех действующих в любых странах. Если вы готовы действовать, пожалуйста, приезжайте. Вы увидите, насколько это просто. Ничего сложного в этом нет. Но если вы приедете из любопытства просто отдохнуть, возможно, вы ничего не почувствуете. Может быть, вы приедете с одной целью, а уедете с совершенно другим человеком. Кстати, это тоже очень может быть. Поэтому всем желаю удачи на своем жизненном пути. И, может быть, даже вы, если сильно этого хотите, ставите перед собой эту задачу, то получите направление своих сил, то есть, знаете, вектор действия. То есть, с чего начинать, как начинать, что нужно делать для того, чтобы не разбазаривать собственную энергию и не затрачивать ее понапрасну. И не наделать больше ошибок в этой жизни. Возможно, вы что-то поймете и поменяетесь. Лучше мне, конечно, ничего не добавить. Это масса и впечатлений. И словами это не объяснишь. Нужно просто приехать хотя бы один раз и почувствовать. Поэтому всем желаю удачи. Приезжайте. Субтитры создавал DimaTorzok